Тамара Илюшина за рулем уже 16 лет. Сейчас водит иномарку среднего ценового класса. Обязательную страховку покупает всегда. За новый полюс женщина заплатила чуть больше 5000 рублей. Министерство финансов хочет, чтобы цена документа зависела от аккуратности вождения. Чем больше штрафов, тем дороже страховка. Тамаре Илюшиной идея нравится. Меньше будут нарушать. Будут думать уже. А если ты ничего не нарушал и хорошо ездил, естественно, тебе полагается скидка хорошая. Я так считаю. По действующим правилам хорошие скидки даются за безаварийную езду и большой стаж за рулем. По новым владельцы мощных машин смогут платить за ОСАГО меньше, чем сейчас. Такова теория. В то, что удастся сэкономить на практике, верят не все автомобилисты. Оптимальный режим по городу. Даже по городу. На магистрали, допустим, 80 километров. А на маленьких улицах, конечно, он ниже. Но дело в том, что на камерах стоят камеры и скорость ограничена 60 километрами. Поэтому штрафы такие получают практически регулярно все. То есть здесь завязывать, если от них, то я не знаю, что из этого может получиться хорошего. Еще одно ключевое новшество – это повышение лимита выплат в случае аварии. Сегодня страховая компания может заплатить от 400 тысяч до 1 миллиона рублей на ремонт машины по обычному полюсу ОСАГО. По новым правилам появятся полюсы с лимитом в 2 миллиона рублей. Стоить они будут заметно дороже обычных и вряд ли будут пользоваться спросом, полагают страховщики. В российской действительности слабость представляю, тем более в текущей экономической ситуации. То есть я заплатил повышенную премию за то, что у меня ответственность стала больше. Но при этом, когда случилась авария, я, например, пострадавший, понятно, что я получу по более низкому лимиту возмещения. И вот такая сознательность граждан у меня вызывает сомнения. Ранее представители страховых компаний предлагали вместо выплат в случае аварии направлять автомобили в ремонт, а деньги выдавать лишь в исключительных случаях. Поправки были подготовлены еще весной, но так и не были приняты. Сейчас предложение Министерства финансов активно обсуждается. Точные параметры и реформы еще не определены. Алексей Пимнов, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.